Заболеваемость коронавирусной инфекции 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 жителей края со всеми вытекающими последствиями для должностных лиц, которые должны были, но не смогли или не захотели. 36 потенциально опасных гидротехнических сооружений необходимо привести в порядок. Губернатор поручает заняться этим муниципалитетом, забрать бесхозные в собственность, отремонтировать и модернизировать. Бюджет региона на следующий год обсуждали в четверг краевые депутаты. Несмотря на то, что в период пандемии экономическое развитие края замедлилось, он по-прежнему социально ориентирован. Этому направлению отдадут 75%. На медицину идет десятая часть расходов, но по мнению оппозиции этого недостаточно. Мы рассматриваем бюджет, говорим о том, что в 2021 году мы будем с вами жить в чрезвычайной ситуации. Хорошо, отлично, давайте тогда и мы надеялись увидеть бюджет, который бы отражал эту чрезвычайную ситуацию. Вы посмотрите на статистику смертности в регионе. В Алтайском крае она в полтора раза ниже, чем по России. Какие нужны доказательства в этом? В итоге важнейший для региона документ был принят в первом чтении. Уже вечером губернатор собрал очередное заседание штаба по коронавирусу, где в числе других вновь подняли тему создания ковидного госпиталя. Окончательный вариант размещения госпиталя Вячеслав Франк обещал представить уже в выходные. Здесь же было решено увеличить количество проводимых тестов на коронавирус. Губернатор поручил ускорить передачу Минздраву края аппарата ПЦР-диагностики, который использовался в лаборатории главного управления МВД региона. К тому же федеральные власти обещали помочь с дополнительными мощностями для ПЦР-лабораторий. Здравоохранение региона получит и кадровую поддержку. 31 октября к нам приедет бригада опытных реаниматологов. Так или иначе, это люди, которые уже накопили опыт определенный, не только непосредственно, так сказать, медицинский и врачебный работы в этих ситуациях, но и именно организационный, как и что должно внутри госпиталя происходить, особенно на этой фазе, когда человек лежит и ему становится хуже. Вот этот момент не пропустить. Я думаю, что здесь мы усилим эту ситуацию. И еще о принятых в рамках заседания штаба решениях вслед за федеральными властями наши ужесточают масочный режим. Теперь маски необходимо носить кроме транспорта, магазинов и остановок на парковках и даже в лифтах. К тому же теперь запрещено проводить массовые и досуговые мероприятия с 23 часов и до 6 утра. Изменения уже внесены в указ губернатора и с сегодняшнего дня вступили в силу.